Как и неделю назад я постараюсь на центральной доске писать то, что будет часто стираться, а то, что будет нужно в какое-то более продолжительное время, по возможности писать слева и справа. Поскольку вас мало, вы не колеблись, спрашиваете, если что-то непонятно, можно будет разобраться в чем-то более подробно. Для начала я напомню самую первую нетривиальную схему разделения секрета, которую мы обсуждали неделю назад. Это схема Шамира. Это схема разделения секрета для пороговой структуры доступа. У нас имеется n участников, есть порог t, значит, n – это число участников. И t – это минимальное количество участников, которые должны знать секрет. Значит, мы, как обычно, считаем, что секрет – это равномерная распределенная случайная величина, которая распределена на наборах из К0 и Е1. Задача состояла в том, чтобы построить совместное распределение на s0 и еще n в случайных величинах, так что выполнялись два обычных наших свойства. Первое свойство требовало, чтобы любой набор из t, вот этих далее из секрета, однозначно определяли бы значение s0. То есть любые t участников, имея свою долю секрета, могут вычислить секрет. И любой набор из менее чем t участников про секрет ничего бы не знал. Ничего не знало, то есть условное распределение на s0 при фиксированных значениях sg1, sg2, sgt-1 должно быть по-прежнему равномерным. И Шамир предложил для решения этой задачи такую схему. Мы рассматриваем поле из 2 в степени k элементов и в этом поле каким-то образом фиксируем элементы x0, x1, xn попарно различные. И если мы хотим разделить секрет s0, заранее даже заданный, мы выбираем случайный многочлен степени не больше, чем t минус 1, который в точке x0 принимает значение s0. И значение секретов s это значение этого многочлена в точках x1, xn. Значит, это s1, s2, s. Тогда понятно, что любые t минус 1 точка на графике многочлена позволяют его восстановить и узнать значение s0. И меньшее число точек совместно с любым значением s0, или более того, условное распределение на всех значениях s0 равновероятны. Я предлагаю на эту уже знакомую нам схему посмотреть немного с другой точки зрения. Можно описывать происходящее в терминах некоторого линейного пространства размерности t. Можно считать, что у нас заведены такие векторы. Вектор v0. Это вот такая последовательность степеней x0 с нулевой по t минус 1. Для v1 это последовательность степеней x1. И для vn последовательность степеней xn. И вот каждому участнику, и тому участнику схемы выдается вот такой вектор. И вычисление s0 и s1, значит, каждая s1 вычисляется как такое скалярное произведение вектора v1. и случайно выбранного вектора из t элементов поля, которые так по-настоящему понимаются как коэффициенты многочленов. При этом, если у нас есть t или более в таких значениях и сытых, то понятно, что мы можем вычлить v0. Но кажется, что эта ситуация несколько более общая, чем просто история про многочленов. Тут, в общем, не так важно, что у нас в координатах этих векторов стоят степени каких-то икситых. Тут важно вот что. Важно, что вектор... То есть, если у нас имеется авторизованная группа участников, то вектор v0 лежит в линейной оболочке векторов v1, v и t. Вот в этой линейной оболочке натянуты на векторы для авторизованной группы товарищей. А если у нас есть какая-то неавторизованная группа, неавторизованная группа, то тогда, наоборот, вектор v0 не лежит в этой самой линейной оболочке. И давайте заметим, что таким образом можно организовывать схему разделения секрета и без всякого многочлена. Значит, что нужно для того, чтобы организовать схему разделения секрета? Давайте ее называть линейная схема разделения секрета. А, как я и сказал, нужен набор из n плюс 1 вектора из какого-то векторного пространства над полем. В нашем случае размерность была t, но, вообще говоря, вот какая нам понравится, такую размерность и возьмем. И для разделения секрета мы выбираем случайный функционал из этого векторного пространства в поле. То есть это случайный линейный функционал. Тогда секрет вычисляется как значение этого функционала на векторе v0, и все остальные доли секрета вычисляются как значение функционала на соответствующем векторе v0. И я утверждаю, что если у нас выполняются вот эти два условия про линейную оболочку векторов, то тогда эта схема разделения секрета является совершенной. То есть удовлетворяет определению совершенной схемы разделения секрета, которую мы обсуждали неделю назад. Ну, в самом деле, вот свойство 1, оно совсем простое. Давайте я вот это здесь напишу, потому что это можно будет быстро стереть. Если у нас выполняется свойство 1, это значит, что вектор v0 лежит в линейной оболочке векторов v1 и так далее. То есть это такая сумма, там, v... Давайте я так напишу. Сумма, там, λ1 v1, λ2 v2, там, λ... Ну, пусть это будет t, v и t. И понятно, что если нам известно значение функционала на каждом из этих векторов, ну, мы возьмем линейную комбинацию значений функционала и получим значение функционала на v0. Так что со свойством 1 все совсем просто. Со свойством 2 тоже, в общем, несложно. Предположим теперь, что v0 не лежит в линейной оболочке векторов v, житых, выданных каким-то участникам. Значит, у нас имеется какое-то там линейное подпространство, натянутое на эти вектора v, и вот вектор v0 в нем не лежит. Но тогда значение функционала на векторе v0 никак не зависит от значения функционала на этом подпространстве. Так очевидно ли это? Можно, наверное, разложить v0 по базе, чтобы там будет какой-то вектор в ней из этого подпространства. Ну, можно даже так сказать. Можно вообще... Мы вольны выбирать тот базис, который нам понравится. Можно выбрать базис, у которого несколько первых векторов лежат в этом подпространстве. Следующий вектор — это, собственно, v0. Ну, и какие-нибудь еще векторы, если нужно, чтобы дополнить до базисов во всем пространстве. Тогда можно сказать, что значение случайного функционала, чтобы выбрать случайный функционал, надо выбрать случайное независимое значение на каждом базисном векторе. Ну, и тогда очевидно, что значение на v0 не зависит от значения на векторах, которые лежат в этом пространстве. Ну, это все годится для нашего модельного примера, который вырос из схемы Шамира, но так, в принципе, можно было бы рассматривать какие-то произвольные системы векторов. Ну, вот так, чтобы выполнялись условия 1 и условия 2. Более того, вот эти условия 1 и условия 2, до сих пор мы их понимали как некоторые условия, которые описывают схему разделения секрета. Но на это можно смотреть еще немного по-другому. Можно понимать эти два условия как условия на структуру доступа. То есть можно считать, что вот эти линейные правила, они определяют некоторую линейную структуру доступа. Вот пороговая структура доступа в задаче Шамира была частным случаем линейной структура доступа, потому что ее можно было описать таким образом, правильно подобрав вектора. То есть выбор вот этих векторов, он оправдывается нашей структурой доступа. Любые T определяют, содержат в себе V0 в своей линейной оболочке, любые T-1 не содержат. Но можно рассматривать произвольную линейную структуру доступа. Давайте я даже для ясности сотру букву T, чтобы не было соблазна думать, что это всегда пороговая структура. Давайте напишу здесь какой-нибудь M, а здесь какой-нибудь L. Так, еще раз скажите, что они порождают. У нас в этой схеме, у нас авторизованные группы, это любые подмоги, что они порождают вообще все пространство. Да. А в общем определение этого не требуется. То есть не требуется, чтобы векторы для какой-то авторизованной группы давали вообще все пространство, образовали там балис во всем пространстве. Это не обязательно. Требуется, чтобы линейная оболочка векторов для любой авторизованной группы в себе содержала вектор V0. Ну, а для любой не авторизованной группы линейная оболочка вектор V0 содержать не должна. И тогда вот это последующее определение линейной схемы разделения секрета по-прежнему работает. И мы получаем схему разделения секрета для этой структуры доступа, где секрет — это случайно выбранный, равномерно выбранный элемент поля. У нас V0, S0 по определению — это значение функционала на каком-то векторе, то есть случайный элемент поля. Чем замечательны линейные структуры доступа и линейная схема разделения секрета? Эти схемы разделения секрета всегда идеальны. Просто по определению так автоматически получается. Каждая доля секрета S и T — это значение случайного функционала на каком-то векторе. Значит, это тоже случайно выбранный элемент поля, так же, как S0. То есть энтропия каждого и сытого равна логарифму числа элементов поля. Потому что если нас интересуют, какие, в принципе, бывают идеальные схемы разделения секрета, мы точно знаем, что всякая линейная схема разделения секрета является идеальной. Значит, тут можно было бы смело предположить, что других и не бывает. Но такого хорошего соответствия не получается. Имеется пример схемы разделения секрета, которая идеальна, но не нелинейна. Ну, хорошо, если так просто не получилось, может быть, нам удастся изобрести какое-нибудь обобщение вот этой идеологии линейного разделения секрета. Если вы предлагаете обобщать определение, обобщать определение структуры доступа линейной или обобщать определение линейной схемы разделения секрета. Второе, скорее всего. Второе. Тогда скажите более подробно, я не понял, что вы предлагаете. То есть рассматривать какие-то отображения из пространства Fm в F? В целом, да. Если они будут сохранять какие-то хорошие свойства, то тогда уже все равно получится. Полинейная, если мы рассматривать не имеем, поскольку это все равно по линейной сходится. Да, да, да. Видимо, придется работать с определением вместо независимости линейной против типа независимости более женой. Да, нам очень нравится вот это определение, но линейная независимость все-таки очень сильное ограничение. Хочется ли его немного обобщить? И первое обобщение, которое приходит в голову, это матроиды. Матроиды. То есть, если вы не знаете, что такое матроиды, пугаться этого не следует. Сейчас все, что нам понадобится, я расскажу. Определение матроида, насколько я понимаю, возникло где-то в 30-е годы 20-го века. И оно возникло, по-видимому, скорее не как попытка обобщить понятие векторного пространства, а скорее как попытка дать некоторое аксиматическое описание свойств рангов векторов и систем векторов в векторном пространстве. Но получилось даже лучше, чем люди надеялись сделать. Получилось некоторое более общее определение, которое описывает более широкий класс объектов. Матроид — это объект важный, и, как у всякого важного уважаемого объекта, у него имеется очень много эквивалентных определений. Мы рассмотрим определение, которое будет максимально удобно для того, чтобы обобщить вот это определение линейной структуры доступа и линейной схемы разделения секрета. Так, матроид. Матроид определяется некоторым множеством объектов. У нас это всегда будет конечное множество. И некоторая ранговая функция, которая отображает не саму U, а множество всех подножеств U в неотрицательные целые числа. И сейчас я выпишу некоторые аксиомы, которым эта ранговая функция должна удовлетворять. И всегда нужно иметь в виду, что эти аксиомы писались, глядя на свойства размерностей линейных оболочек, линейных пространств. Надо всегда проверять, что эти свойства, по крайней мере, для системы векторов будут выполняться. Всюду определенные. Всюду определенные. То есть эта ранговая функция споставляет некоторый ранг каждому подножеству U, в том числе и пустому. В смысле линейных пространств это вторразмерность линейной оболочки некоторого множества векторов. Начнем с того, что ранг пустого множества будет равен нулю. Что для удобства. Далее. Если мы возьмем какое-то множество, подмножство A в U и добавим еще какой-то элемент, то ранг не уменьшится заведомо. А увеличится он не более, чем на единицу. Как с векторами. У нас было какое-то множество векторов, добавили еще один. У линейной оболочки ранг мог остаться прежним, если х выражалось через уже имеющиеся вектора, либо могло увеличить на единицу, если этот вектор в старую линейную оболочку не вкладывается. И третье свойство. Третье свойство. Давайте я его запишу так. В таком виде. Если ранг объединения A с вектором x совпадает с рангом объединения A с вектором y, и все это совпадает с рангом самого A, то тогда ранг A, объединенного одновременно и с x и с y, если мы в A добавим сразу и x и y, то ранг тоже не изменится. Это свойства 1, 2 и 3. Монотонность. Давайте я в качестве упражнения запишу другое свойство, другой вариант свойства 3, который ему эквивалентен. Если мы зададимся свойствами 1 и 2, то 3 и 3 штык будут эквивалентны. А эквивалентное свойство такое. Это свойства субмодулярности. Ранг пересечения плюс ранг объединения не больше, чем ранг A плюс ранг B. По существу свойства 3 без штриха оно более или менее выражает вот эту субмодулярность для случаев, когда A и B по сравнению с пересечением могут иметь по одному новому вектору. Ну, это, в общем, нетрудно проверить, что эти свойства эквивалентны. Так что в случае необходимости мы будем пользоваться либо тем, либо другим. Значит, посмотрите на это. Есть ли какие-то сомнения по поводу нашего, так сказать, архетипического примера? Выполнены ли все эти свойства для рангов систем векторов? Ну, единственное место, где могли быть какие-то сомнения, видимо, свойства 3. Ну, вот в терминах векторов здесь написано, что если X лежит в линейной оболочке и Y лежит в линейной оболочке, то и добавление пары тоже размерности не увеличивается. А что означает вот это неравенство в терминах рангов? А почему это верно? Ну, потому что в худшем случае они не пересекаются. Ну, то, но это хитро. Возьмем базис пересечения, дополним базисы. Каждый раз подростанскому, потом покажем, что лицо поражает. Да, надо посмотреть, что добавляют A и B к пересечению. Так, если мысленно... Что вы говорите? Давайте рассмотрим случай, когда... Давайте рассмотрим случай, когда пересечение A и B пустое. В векторы там разные. Тогда здесь будет просто 0. Здесь будет ранг A объединения с B. Здесь ранг A. И здесь ранг B. А почему здесь будет равенство? Вы берете именно пересечение объединения? Я же в качестве A и B не обязан брать линейные пространства. Линейные пространства. Могу брать отдельные вектора. Я могу взять... Скажем, возьмем трехмерное пространство. В этом трехмерном пространстве какую-то плоскость. И в этой плоскости я могу выбрать 4 вектора. Вот эти два вектора войдут в A, а эти два вектора войдут в B. Если вы считаете, что A и B это не просто наборы векторов, а уже линейные оболочки... Нет, даже так я не понимаю. Одинный вектор и его же уложены на константу. У тебя ранг объединения будет в единице, а каждого тоже по единице. Но и будет один меньше, чем правило два. Нет, главное, что я категорически не хочу писать эти аксиомы исключительно для линейных подпространств. Я хочу их писать для конечных систем векторов, вот как вот здесь, чтобы в их терминах можно было бы описать схему разделения секрета. Ну, чтобы привыкнуть к определению, давайте... Да, и... А что, еще что-то? У меня пытались, что яичко неправильно... Ну, давайте посмотрим еще на один стандартный пример, просто чтобы привыкнуть к определению. У нас имеется какое-то множество вершин V, и в качестве U мы рассматриваем графы, неориентированные графы, ну, скажем, без петель, с вершинами... вершинами V. Всего их... Значит, у нас пар вершин там, там, С из размера V по 2, и вот для каждой пары вершин мы можем ребро взять, либо не взять. Таким образом, разных элементов в U будет там 2 в степени С из размера V по 2. Такое довольно большое множество. В качестве рангов, в качестве ранга, ранга какого-то множества A мы возьмем размер Остовного леса. В этом графе. А, это какое-то множество ребер. Это можно его понимать, как множество множество ребер, как некоторый граф. И мы из этого множества ребер убираем минимальное подмножество так, чтобы убить все циклы, разрезать все циклы. И вот считаем количество ребер, которые после этого останутся. И этот пример объясняет терминологию, которая сложилась в теории матроидов. Независимое множество это такое множество A, у которого его ранг равен его размеру. Ну, понятно, что это определение пришло из аналогии с векторными пространствами. Множество векторов независимо, если оно только линейно независимо. Другое определение пришло как раз из примера с графами. Цикл цикл это минимальное зависимое множество. Минимальное по включению. То есть такое множество, которое само по себе зависимо, а если любой элемент выбросить, оно превратится в независимое. в графе это, понятное дело, что это цикл в таком в традиционном смысле. Значит, некоторый цикл. Если мы ребро выбросим, получится независимое множество. теперь, глядя на то, что написано на правой доске, давайте изобретем определение, изобретем способ построить структуру доступа на матроиде. То есть мы хотим матроиду сопоставить структуру доступа. Так, чтобы в частном случае для линейных матроидов, соответствующих системам векторов, соответствовала вот эта линейная структура доступа. Для этого мы в матроиде должны выбрать зафиксировать некоторый элемент U0. Далее мы скажем, что участники схемы разделения секрета это все элементы матроида, кроме U0. Значит, U это U0, U1, UN. И вот все элементы матроида, кроме одного, это участники схемы. теперь надо решить, какие группы участников являются авторизованными, а какие нет. Какая группа участников знает секрет? Мы говорим, что набор из M участников это авторизованная группа, если наверное можно догадаться если что. Что говорите? Если это независимо не минимально зависит. Если добавить U0, то получится зависимое множество. минимальное группы. действительно можно сказать так, что если ранг вот этого множества не увеличивается от того, что мы туда добавили U0. И как вы правильно заметили, если бы мы хотели добавить описание минимальных авторизованных групп, минимально авторизованных групп, это такой набор U1 U и M такой, что вместе с U0 получается цикл. То есть минимальное линейно зависимое множество. Извините, минимальное зависимое множество. так, значит, что про это известно? Давайте даже напишу не теорема, а теоремы. как развивались события. Сначала было доказано, что всякая идеальная схема разделения секрета задается структурой доступа, которая может быть описана матроидом, может быть задана матроидом. Это уже некоторые достижения. Мы начали с такого наивного наблюдения, что всякая линейная схема разделения, всякая линейная структура доступа задает идеально... Извините, всякая линейная структура доступа допускает линейное разделение секрета и, следовательно, идеальную схему. А в другую сторону импликация не работала. А вот здесь, в другую сторону, как раз импликация работает. Всякая идеальная схема разделения секрета задается, может быть, не линейным пространством но каким-то матроидом по структуре доступа да можно по структуре доступа это как раз несложно если у нас есть структура доступа и известно какие схемы авторизованы какие нет вот поэтому по размеру этого описания который будет конечно размера там два в степени числа участников вот размер этого описанием этот матроид можем восстановить да так в чем ваш вопрос совершенно совершенно это если выполняется вот эти свойства все или ничего авторизованная группа знает все не авторизованная группа не знает ничего а идеальная означает что энтропия каждой доли равна энтропии не больше чем энтропия секрета если не считать несущественных участников здесь написано утверждение в другую сторону всякая идеальная схема разделения секрета задается матроидом если этот матроид случайно окажется еще и линейным представим системой векторов над каким-то в каком-то линейном пространстве то конечно автоматически будет выполняться идеальность но это я уже забегаю немного вперед давайте я продолжу рассказывать как развивались события через некоторое время после после этого было доказано даже более сильное утверждение всякая схема разделения секрета такая что вот ее коэффициент полезного действия то есть максимум отношения доли секрета энтропии доли к энтропии секрета меньше чем полтора всякая схема разделения секрета такая что вот у нее кпд лучше чем полтора задается матроидом может быть задан матроидом да но та структура доступа матроидом не задавалась так что никакого противоречия нет и вот как когда была доказана эта теорема люди посмотрели на известные примеры и заметили как вы практически что имеется структура доступа имеется схема разделения секрета в которой коэффициент полезного действия полтора или еще хуже такие примеры конечно же были с другой стороны имеются идеальные схема разделения секрета и нет ничего промежуточного и вот люди более того для разных структур доступа там сдаваемых графами были доказаны теоремы что даже в тех случаях когда мы точно вот этот оптимальный кпд не знаем мы знаем что для всякой структуры доступа сдаваемых графом это будет либо единичка как в идеальной в идеальной схеме либо что-то либо полтора или что-то хуже и вот как будто бы мы нашли объяснение мы нашли объяснение почему происходит такой разрыв либо единица либо полтора и хуже все дело в матроидах но видно что в этой картине мира не хватает некоторые теоремы да значит возник вопрос возник вопрос верно ли что всякая схема разделения секрета задавал задаваем для всякой структуры доступа задаваемый матроидом имеется идеальное разделение секрета и ну конечно было бы очень красиво если бы ответ был бы положительный но к этой гипотезе довольно быстро нашли контрпример и вот сейчас я на среднем на доске этот контрпример нарисую это некоторый матроид он не соответствует никакой схеме никакому набору векторов ни над каким полем естественно и вот для этого матроида не бывает идеального разделения секрета это матроид для которого оптимальный вот этот коэффициент полезного действия больше единицы но меньше чем полтора нет на графах так не получается ну в общем даже было понятно в каком месте такой контрпример надо искать надо брать матроиды которые непредставимы системой векторов самый маленький матроид нет не обязательно графа могут быть и непредставимы но там про графы было известно что нет нет извините возьму беру беру свои слова надо для 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 схем разделения секрета которые вот задаются графами в смысле теории матроидов получалось представление над векторными пространствами может быть даже мы про это немножко поговорим сегодня в конце и таким образом получалась идеальная схема а контрпример надо искать среди матроидов которые заведомо нелинейные и специалисты по теории матроидов нам такой пример заранее заготовили ну конечно таких примеров несколько а самый маленький из них это матроид вамоса в матроиде мало вамоса множество у множество элементов имеет размер 8 в нем 8 элементов и эти 8 элементов удобно рисовать таким образом что это числа от 0 до 7 и я их соединю такой диаграммкой а ранговая функция устроены так если мы возьмем какое-нибудь одноточечное множество его ранг будет единица если мы возьмем какое-нибудь двухточечное множество его ранг будет непримерно двойка ранг трехточечного множества будет тройка 4 я пока отложу если мы берем 5 элементов или больше то ранг будет 4 ранг вообще всего множества всего всего максимального множества равен 4 а вот для четырех элементных множеств есть варианты что ранг четырех элементного множества может быть равен либо 3 либо 4 четыре каких множеств ранг равен трем он равен трем для для двух пар соединенных ребром на этой диаграмме например для 0 1 4 5 или для 0 1 2 3 или для 2 3 4 5 всего имеется 5 четверок для которых ранг равен трем для всех остальных четверок ранг равен 4 2 3 6 1 это ранг этого будет 4 действительно да если мы хотим на этом матроиде задать структуру доступа надо выбрать какой элемент будет соответствовать секрету здесь огромное количество разных симметрий и это можно сделать так по существу двумя способами можно выбрать один элемент отсюда или отсюда неважно откуда либо один элемент из этих двух пар и получится две разные низоморфные другую структуры доступа и в обоих случаях получаются структуры доступа у которых вот этот коэффициент полезного действия промежуточный между единицей и полтора ну скажем можно считать раз уж я начал нумеровать с нуля вот можно считать что ноль соответствует секрету и тогда согласно нашему определению вот кто будет знать секрет ну вот например 2 3 1 2 3 это авторизованная группа потому что ранг множество 2 3 1 равен трем и добавление нуля ранг не увеличивает он остается равен равен тройке значит в некотором смысле в смысле матроидов ноль зависит зависим с 1 2 3 ну и следовательно доли s2 s3 и s1 определяют секрет а вот скажем там два там два три 7 4 они секрета не знают их ранг уже равен четырем и от добавления нуля ранг не увеличится это у нас у нас да да я глупость сказал извините я сказал я сказал глупость я сказал глупость прошу прощения вот действительно если взять какое-то множество из четырех участников то они они секрет будут знать потому что у них уже полный ранг а вот если мы возьмем скажем там два три четыре что-то я запутался да 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 спасибо вы меня распутали если мы возьмем группу 2 3 4 она будет не авторизованная потому что у нее ранг 3 а при добавлении нуля ранг вырастает до четырех значит ноль от них не зависит почему почему про про матроиды трудно доказывать что структура доступа на них не является идеальной ну как можно было бы себе представить такое доказательство у нас есть какие-то вот каждого утверждения про что про то что какая-то группа авторизованная а какая-то группа не авторизованная это утверждение про то что там энтропия секрета относительно чего-то равна нулю либо от энтропии секрета относительно чего-то равна самой энтропии секрета и у нас имеется много таких равенств для каждой авторизованной не авторизованной группы кроме того для всех этих восьми случайных величин совместно распределенных мы можем написать много неравенств для энтропии про то что там энтропия пары не больше чем сумма энтропий элементов этой пары взаимная информация не отрицательна условно энтропия не отрицательна условная взаимная информация не отрицательна написать все эти неравенства так вот если мы мы могли бы попытаться написать эти равенства и неравенства и из них вывести ограничение на некоторую некоторая не рада границу снизу на энтропию каких-то долей секрета вот так как мы неделю назад делали вот для такой структуры доступа из четырех элементов а если мы применим эту технологию для матроида вамас и вообще для любого матроида ничего не получится все эти неравенства не запрещают не противоречат гипотезе о том что энтропия каждого отдельного из этого равна энтропии с 0 то есть шиноновских классических неравенств не хватает так что здесь нужно какая-то другая технология нужно либо очень внимательно изучать распределение вот это восьмимерное и пытаться понять почему не реализуется случай когда область значения каждой случайной величины такая же как у нуля либо применять какие-то неравенства для энтропии которые напрямую не вытекают из шиноновских это я вот сегодня вечером буду рассказывать на семинаре то есть можно там явно или не явно применяя не шиноновские неравенства получить некоторые ограничения для матроида вамаса вот для такого матроида для для структуры доступа где секрету соответствует 0 известны такие ограничения такие границы вот этот коэффициент полезного действия он не больше чем 1 1 3 не больше чем 4 3 и не меньше чем хоть странное число сейчас я посмотрю и вам скажу пятьсот шестьдесят один четыреста девяносто одна первая ну может можно на это смотреть так мы можем написать мы 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 хоть это это можно сформулировать задачу терминах линейного программирования можно написать написать все неравенство для энтропии эс итых так а также энтропии пар троек так далее можно доказать написать все равенство для схемы разделения секрета вот такие задающие совершенную схему разделения секрета можно завести специальную переменную для энтропии можно скажем для простоты для народа для нормировки сказать что энтропия с 0 равно единице а также выбрать какую-нибудь дополнительную переменную такую границу и написать что все прочие энтропии от всех долей не превосходит какой-то там границы т для всех и от 1 в данном случае до 7 и пытаться минимизировать т при каких-то это еще совместно вот если вот здесь когда я написал все неравенства для энтропии взять просто все шиноновские неравенства то минимум будет тривиальным минимум будет единица и ничего интересного не получится а вот если сюда каким-то образом явно или не явно добавлять некоторые неклассические неравенства то минимум будет расти и вот лучше что на сегодняшний день известно это вот такое странное число нет я не очень понимаю что такое полиномиальное полиномиальное по какому параметру а во сколько мы должны делать перерыв сейчас 30 точно хорошо начну еще с 20 минут да ну как видите имеется такой довольно большой зазор между оценками снизу оценками сверху по крайней мере большой простор для улучшения да это конечно вот ответ на фундаментальный вопрос уже давно получим это нечто хуже чем единица и лучше чем полтора но для такой совершенно конкретной структуры доступа хотелось бы иметь конкретный окончательный ответ какой же тут этот самый кпд и вот почему-то его найти не удается ну честно говоря вот эта оценка сверху 4 3 несколько больше похоже на окончательный ответ чем 561 491 но оценку сверху 4 3 доказать гораздо проще и вот я думаю что если вы захотите вы можете там подумать и ее доказать вот это делается примерно так же как мы доказали оценку сверху 3 вторых для этой структуры доступа никаких дополнительных идей здесь не нужно по структуру побольше и технически это будет чуть чуть более громоздкой конструкция но идея ровно такая же как и здесь ну хорошо значит к линейным схемам разделения секрета мы еще вернемся но давайте временно от них отвлечемся застеживание секрета украшения секрета украшения секрета плача с обестрел и учебной широкая астината в 2019-19 метров Деван Racebook 2 последнийAAд труппанты украшения секрета украшения секрета, сельсии секрета из Я думаю, что вам вас тоже будут стереть. Сейчас мы научимся строить схемы разделения секрета для структур доступа, которые раздаются некоторым другим способом. Мы введем некоторые операции, которые позволяют из более простых структур доступа, как из таких строительных блоков, изготавливать схему разделения секрета для более сложной структуры доступа. Этих операций на простых строительных блоках у нас будет две. Одна из них объединение, а другая пересечение. Казалось бы, что может быть проще. Понимаются они совершенно буквально. Если у нас имеется структура доступа А, давайте считать, что мы зафиксировали число участников, это Н. И если у нас есть две структуры доступа для Н-участников, мы можем их объединить или их пересечь. И я хочу сопоставить этим двум операциям некоторую операцию уже не на структурах доступа, а на схемах разделения секрета. Если у меня есть какая-то схема разделения секрета на А и на Б, я хочу из них построить новую схему разделения секрета для структуры доступа, которые есть объединения, или пересечения А и Б. При этом я предлагаю считать, что секрет у нас всегда, значит, секрет это случайный элемент, элемент поля. Какой вот элемент поля F. Если хотите, можете считать, что это поле из 2 в степени к элементов, это ничему не претворечит. Но наша конструкция будет работать для любого поля. Значит, мы считаем, что мы умеем разделять такой секрет, равномерно распределенный элемент поля, для структур А и Б. И теперь хотим научиться это делать для объединения и для пересечения. Ну, давайте начнем с пересечения. Так, у нас имеется схема разделения секрета. Схема разделения секрета для случайно выбранного элемента поля в смысле А и в смысле Б. Как бы нам теперь так и разделить секрет, чтобы авторизованной группы, значит, новая авторизованная группа, она должна быть авторизованной одновременно и в А, и в Б. Если вы предлагаете увеличить размер ключа, в принципе, я не против качества этого. Тогда половину ключа не смогут понять. Если мы разрежем половину ключа и половину разделим с помощью А, а половину с помощью Б, да будет нехорошо. Потому что тогда... Нет, что такое XOR для произвольного поля, я вам объясню. Это сумма двух элементов. Если единственное, чего вам не хватало, то... Да, поступило такое предложение. Построить две независимые схемы разделения секрета, просто двух независимых выбранных секретов, там, С0А и С0Б. И оба они элементы поля. И новый секрет определить как сумму этих двух элементов из поля. А мы именно так хотим? Я думаю, мы хотим так, что у нас уже есть какое-то С0, есть какая-то схема разделения секрета. Так и получится. Нет, у нас есть схема разделения секрета. Значит, у нас имеется схема разделения секрета, которая позволяет разделить любое значение С0. И здесь, и здесь. То есть, по вашему заказу, я готов разделить любой элемент поля и в смысле А, и в смысле Б. Теперь, значит, давайте я в ваших терминах попробую сказать. К нам приходит заказчик и говорит, вот мой секрет, разделите его, пожалуйста. Я тогда выбираю случайное С0А. Просто независимо от С0. А С0Б подбираю так, чтобы в сумме получалось С0. Тогда по отдельности каждой из этих двух секретов, они про С0 никакой информации не дают. А в сумме они, значит, дают то, что нам нужно. И после этого я устраиваю разделение секрета и С0А с помощью схемы для А, и С0Б с помощью схемы для Б. Значит, какие доли секрета получает каждый участник? Значит, каждый участник получает такую удвоенную долю. Долю в смысле А для секрета С0А, и долю в смысле Б для разделения секрета С0Б. Доли секрета мы между собой не складываем, мы их храним отдельно. То есть каждый участник в левую руку получает долю для А, а в правую руку долю для Б. То есть мы не складываем вот эти... Нет, нет, вот эти... Значит, С и Т это не сумма, а пара. Пара С и Т в смысле А и С и Т в смысле Б. Если сумма, то не получится. Да, если брать сумму, ничего хорошего не получится. Так, давайте проверим, что наши два стандартных свойства выполняются. Значит, если какая-то группа является авторизованной одновременно и в А, и в Б, они радостно восстановят С0А с помощью первой конструкции и С0Б с помощью второй конструкции. Просуммируют, узнают секрет. Но это было просто. А теперь давайте возьмем неавторизованную группу. Почему неавторизованная группа ничего не знает? Почему не происходит утечки секретов? Она не восстановит либо А, не сможет восстановить, либо Б. Да, значит, неавторизованная группа не может восстановить либо это, либо это. Ну, может быть, ни то, ни другое, но, по крайней мере, одно она восстановить не может. А у вас еще равномерно, то есть она равномерная группа, и все равно. То есть она идеальная. То есть если мы не знаем одного из этих компонентов, мы действительно не должны знать секрета. Но если мы хотим проявить формальность, то надо, как обычно, нарисовать такую диаграмму. Вот это у нас С0А, это С0Б, а это С0. Давайте нарисуем здесь, напишем здесь числа, которые соответствуют нашим настоящим С0, С0А, С0Б. Давайте считать, что логарифм размера поля – это у нас, как обычно, К. То есть энтропия секрета – К. Если мы знаем С0А и С0Б, мы секрет, конечно, восстанавливаем. Это сумма. Если мы знаем только С0А, про С0 мы ничего не знаем, значит, здесь должно стоять К. И аналогично, если мы знаем только С0Б, мы про секрет ничего не знаем, значит, здесь должно тоже стоять К. Ну, нетрудно догадаться, что должно стоять в середине. Энтропия всего секрета равна К. Значит, если у нас здесь стоят К с плюсом, вот тут должно стоять К с минусом. Ну и поскольку все симметрично, вот картинка у нас будет выглядеть вот так. Теперь давайте рассмотрим такую ситуацию. Предположим, какая-то группа, не авторизованная в пересечении, знает целиком С0А, но ничего не знает про С0Б. А может ли она получить какую-то паразитную частичную информацию про С0? Конечно, не может. Потому что с точки зрения владельца С0А, С0Б и С0 это одно и то же. То есть получить С0 и получить С0Б это эквивалентное действие. И если по свойству структуры Б мы ничего не знали про С0Б, значит мы ничего не знаем и про С0. Ну и теперь глупый вопрос. Хорошо, мы доказали, что если какая-то неавторизованная группа знает только С0А, но не знает С0Б, то она не знает и секрета С0. А если теперь какая-то неавторизованная группа и С0А тоже не знает, не может ли она как-то обманным способом получить частичную информацию про С0? Ну да, если мы количество информации в условиях... Вот если мы вычисляем энтропию С0 относительно чего-то, если мы условия уменьшим, энтропия может только увеличиться. Такой глупый способ отвечать, но на этот вопрос стоит вот в чем. Ну хорошо, вот есть какая-то неавторизованная группа, которая не знает ни этого, ни этого. Давайте им в порядке благотворительности С0А выдадим бесплатно. Ну они по-прежнему ничего не знают про С0Б, а следовательно не знают про С0 по уже доказанному. Ну что ж, значит, строить схему для пересечения мы научились. Небольшая неприятность состоит в том, что при этом размер каждой доли С и Т растет. Мы просто складываем доли из первой и второй схемы, так более-менее она будет удваиваться на каждой операции пересечения. Давайте посмотрим, что происходит с объединением. Итак, объединение. По-прежнему у нас имеется схема разделения секрета для структуры А и для структуры В, и мы эти структуры объединяем. Значит, что же нам делать? Как нам этот процесс организовать? Мы хотим, чтобы при этом у нас С0 был такого же размера, С0А или С0? Да, С0 у нас всегда случайный элемент поля. Ну раз поля, значит, можно умножать. Ну непонятно, честно. Можно умножать, да. Особенно, если это поле характеристики 2, то умножать, да, можно. Нет, ну, конечно, зря я вас путаю. Для любого поля можно любые элементы перемножать. Да, это я признаю. Может, наверное, произведение просто брать? С умножением надо быть аккуратным. Потому что если один из этих элементов равен нулю, то при умножении снова получится ноль. То есть умножение – это такая необратимая операция. Наверное, надо как-то хитро, типа А плюс В минус В, что-то в этом нужно. Это уже непонятно. Ну то есть как там, как вероятность объединения тоже говорит. Вероятность А плюс вероятность В минус вероятность пересечения. Вот, нужно попробовать. С умножением это произведение. То есть на нем, чтобы получить. А нельзя как-нибудь какое-нибудь наивное решение попробовать? Ну можно просто, наверное... Ну можно один просто тот же ключ S0, A и S0, B сделать? Да, можно попытаться S0 разделить одновременно и с помощью схемы для структуры А, и с помощью схемы для структуры Б. При этом по-прежнему каждому этому участнику выдается две доли секрета. Мы один и тот же секрет разделили двумя разными способами, и каждому человеку выдали две разные доли. Понятно, что первое свойство выполняется. Если у нас есть авторизованная группа, они этот секрет могут восстановить либо первым способом, либо вторым, либо даже двумя способами. А почему они... Почему не авторизованные группы ничего лишнего не узнают? У нас вообще одинаковые способы разделения секретов так и там, но все рушится. То есть у нас... Почему же? Может быть так, что у нас в одном у нас не авторизованная группа, а в другом у нас авторизованная группа, а в другом у нас авторизованная группа. Нет, мне нравится это предложение. Давайте рассмотрим модель, когда... Такой модельный пример, когда структуры доступа А и Б одинаковые. Да. Давайте посмотрим, что дает наша конструкция. Ну понятно, что в данном случае эта конструкция бессмысленна, давайте посмотрим, не происходит ли какого-то противоречия. А давайте для ясности даже считать, что в случае А и в случае Б мы разделяли секрет по схеме Шамира. Вот у нас был какой-то секрет С0, и мы его двумя способами разделили с помощью двух случайных многочленов. Совершенно независимым образом. И у нас есть какие-то две не авторизованные группы. У нас, скажем, многочлен третьей степени и три точки на графике. А здесь другой многочлен третьей степени и три точки на графике. Мы здесь ничего не знаем про С0 и здесь ничего не знаем про С0. Вроде все хорошо. От того, что у нас есть три точки на одном многочлене и три точки на другом многочлене, мы про их значение в точке ноль ничего не узнаем. Все получилось, как мы и хотели. А мы не хотим при этом, чтобы у этих групп были свои С0А и С0Б? Хотим, но вроде мы ровно так и делаем. Вот у нас были две схемы разделения секрета в смысле А и в смысле Б. И мы участникам один, два и три выдали значение на графике многочлена А, там ПА, и выдали значение на графике многочлена Б. Многочлены выбирались так, чтобы они проходили через одну и ту же точку С0, а в остальном независимым образом. Никита, потому что я себе представляла задачу так, что у нас есть три сейфа. К первому сейфу у нас доступ к авторизованной группе ТОМА, ко второму авторизованные с точки зрения Б, а к третьему те, которые авторизованы с точки зрения Б. В некотором смысле так и есть. Но все-таки не совсем так, как вы говорите. У нас есть некоторая технология, которая позволяет разделить принесенный владельцем сейфа секрет между людьми в смысле А или между людьми в смысле Б. То есть мы можем какой угодно секрет разделить. По вашему желанию. Если нас попросят, мы можем разделить двумя способами один и тот же секрет. Если попросят, мы можем разделить разные секреты. Вот когда мы изучали пересечения, мы как раз делили разные секреты. А сейчас вы попросили разделить один секрет, я разделил. Вы же сами этого хотели. Вот, пожалуйста. Что-то может пойти не так? Ну, с многочленами, кажется, никакой проблемы нет. У нас есть два многочлена, я не могу сказать, что независимых многочлена, независимых относительно вот этой точки S0. И если мы имеем недостаточное количество точек на одном графике, на другом графике, мы про эту точку S0 ничего не узнаем. А будет ли такое свойство выполняться в общем случае? Может быть, надо опять какую-то картинку нарисовать? Вот пусть у нас имеется какая-то неавторизованная группа. Вот пусть у нас какая-то группа I1 и M, она не авторизованная. И в смысле A, и в смысле B, и следовательно, в смысле объединения. Во всяком случае понятно, для каких кружочков надо рисовать диаграмму. Вот наш секрет S0, вот SI1, S и M в смысле A, и вот SI1, S и M в смысле B. Что мы на этой диаграмме знаем? Мы знаем, что если нам известны только вот эти доли секретов, в смысле A, мы S0 не узнаем, потому что группы не авторизованы. Значит, сумма вот этих двух штучек должна быть равна K. И симметрично, если мы знаем только Sb, мы тоже про секрет ничего не узнаем, сумма этих двух штучек тоже равна K. Знаем ли мы на этой картинке что-нибудь еще? И вообще, что нам нужно узнать? Нам хотелось бы узнать, что если мы знаем их обе, то про секрет мы тоже ничего не узнаем. То есть нам хотелось бы, чтобы все вот это K было сосредоточено вот тут. То есть нам нужно типа минус K в центре? А нам это поможет? Ну если K там, то это должно быть по 0 вот так. Хорошо, но есть ли на этой картинке хотя бы какой-нибудь сегмент, который мы точно знаем? По-моему, вот эту вещь мы знаем. Мы из известного секрета построили два независимых его разделения. В смысле A и в смысле B. Значит, относительно S0 распределение всех и не только вот этих M, а вообще всех на свете S, A, Независимо со всеми на свете S, B. Сейчас я не понимаю, почему они обязательно независимы. А вдруг они зависимы на этой схеме? Ну, казалось бы, это просто наша конструкция. Вообще, что такое схема разделения секрета? В таком конструктивном смысле слова. Мы по известному значению... У нас есть совместное распределение на всех этих S от 0 до N. Это значит, что у нас есть какое-то распределение вероятности на S1A, SNA при известном значении S0. И также у нас известно распределение S1B, SNB при известном значении S0. И мы эти два условных распределения склеиваем вместе. И никто нам не запрещает сказать, что мы их склеиваем таким простым и естественным образом. Мы для каждого значения S0 вот эти две штуки выбираем независимо друг от друга. То есть, отдельно бросаем монетку, чтобы изобрести S1A для данного S0. И отдельно бросаем монетку, чтобы изобрести SB для данного S0. Так что здесь получится у нас нолик. Это хорошая новость. Вообще, для произвольной тройки то, что стоит в серединке, оно может быть отрицательным. А если мы возьмем сумму вот этих двух вещей, взаимную информацию между S.A. и S.B., она всегда не отрицательна. Поэтому, если здесь нолик, то вот эта вещь... Ну, и я бы сказал, осторожней пока. Нечто не отрицательное. Может быть, там что-то положительное. Ну, по идее, по той же нолик, у нас взаимная информация. Ключей относительно A и ключей относительно B тоже. Да, вот давайте посмотрим на утверждение про то, что сумма этих двух штучек равна K. У нас энтропия всего S0 целиком равна K. Значит, сумма вот этих двух штучек равна K. Здесь что-то не отрицательное, здесь что-то не отрицательное. И в сумме должно получаться K. Как такое может быть? Значит, сумма этих двух вещей K. Тут что-то не отрицательное, тут что-то не отрицательное. Такое возможно, но ровно в одном случае. Когда вот здесь ровно 0 и здесь ровно 0. И симметричным образом тут тоже должен быть ровно 0. И, значит, все вот эти K-битов энтропии сосредоточены там, где мы хотели. Так что наша конструкция работает, но, как вы правильно заметили, значит, важно потребовать, чтобы вот эти два распределения выбирались независимые при каждом фиксированном значении S0. Иначе ничего работать не будет. Значит, при каждом фиксированном значении S0 мы выбираем вот эти независимые распределения для A и для B. И по-прежнему каждому S-итому даем такую долю и секвую долю. Ну что же, значит, у нас имеется такой вот способ строить объединение и пересечение. Давайте устроим 10-минутный перерыв. А после 10-минутного перерыва посмотрим, как все это будет работать в общей ситуации. Что на самом деле мы доказали всей этой конструкции. Так, давайте вообще разберемся, что же мы доказали-то. Мы научились строить схему для случайного разделения... Извините. Мы научились строить схему для разделения секретного элемента поля S0. Если структура доступа может быть построена из каких-то совсем уж элементарных схем с помощью операции объединения и пересечения. А с чего мы можем начинать? Какие структуры доступа мы уж точно можем реализовать, не задумываясь? Ну, тривиальная структура доступа, когда один участник секрет знает, остальные ничего не знают. Такие уж мы точно можем реализовать. Можно просто этому человеку выдать секрет. И вот из таких элементарных кирпичиков мы можем собирать с помощью объединения и пересечения все, что нам захочется. Какие структуры доступа можно получить с помощью объединения и пересечения из таких тривиальных кирпичиков? Можно ли как-нибудь описать? Я напомнил, что мы до перерыва научились сделать. Мы научились реализовывать схему разделения секрета для объединения и пересечения структуры доступа, если предварительно были реализованы вот эти структуры доступа А и Б. Мы заведомо умеем реализовывать такие тривиальные структуры доступа, где один участник секрет знает, а все остальные не знают. Таким совершенно наивным, тривиальным способом. Спрашивается, какие именно структуры доступа мы можем теперь реализовать с помощью этой технологии? Мы начинаем с тривиальной, когда только один участник знает секрет и можем сколько угодно раз применять операцию объединения и пересечения. Ну, казалось бы, любые монотонные. В самом деле, может быть, действительно любые монотонные. Если у нас есть какая-то структура доступа, которая по определению есть монотонная семейство функций, ее можно описать такой характеристической функцией f, которая получает на фото набор из n0 единиц, и говорит, является ли набор участников, задаваемых единичками здесь, авторизованной группой. Значит, всякая структура доступа А задается такой монотонной характеристической функцией. А всякую монотонную характеристическую функцию можно задать монотонной формулой. Монотонной формулой, которая строится из литералов x1, xn, операции конъюнкция и операции дизюнкция. Ну, например, можно взять все минимальные наборы литералов, которые гарантируют, что характеристическая функция равна единице, то есть минимальные авторизованные группы, взять конъюнкцию для каждой такой группы, а потом взять дизюнкцию по всем таким группам. Ну, если хотите, можете строить монотонную функцию каким-то другим способом. Так вот, для монотонной формулы, для всякой монотонной функции есть монотонная формула, а для всякой монотонной формулы наша технология позволяет построить явным образом структуру, схему разделения секрета. А как вы думаете, какого размера секреты будут выдаваться участникам? Можно ли как-то по формуле понять, какого размера секрет будет отдаваться каждому участнику номер И? Ну, наверное, степень вот в таком предложении. А что такое степень? Это же не поленом? Он может. А что такое сертификатная сложность? А что такое сертификатная сложность? Это минимальный размер сертификата. То есть, минимальный набор? Минимальный размер набора индексов и такого, что как-то оценивать индекс наше функцию станет константной. Ну, как-то я не понимаю, почему будет получаться такой. Ну, вот если у нас есть такая формула. Нет. Можно, конечно, пытаться изучить структуру самой этой функции, посмотреть, какие там будут минимальные сертификаты. Но, казалось бы, у нас есть некоторая совершенно явная конструкция, алгоритм, который получает не просто функцию, не просто таблицу значения функции, а получает формулу, составленную с помощью конъюнкций-дизюнкций. И из этой формулы строит последовательно, по шагам... То есть, вы хотите сказать, что участнику количества, если мы хотим разделить, скажем, k битов секрета, то участнику номер 3 выдается количество битов, которое равно k умножить на вложенность этой формулы. Но это немного странно. Казалось бы, это должно как-то зависеть от участника. Там участнику 3 что-то одно дадут, участнику номер 5 другое. Ну, число каждые. Да, значит, когда мы какому-то участнику номер и что-то выдавали. Вот посмотрев на эту нашу индуктивную конструкцию, можно посмотреть, можно убедиться, что и тому участнику выдается столько экземпляров секрета, столько копий вот какого-то секрета, сколько раз он в этой формуле упоминается. Вот каждый раз, когда он в этой конструкции встречается где-то, мы ему выдаем очередную копию секрета. Значит, каждому этому участнику будет выдаваться k умножить на число появлений литерала х и в формуле. В каком-то смысле это хорошая новость. Если мы какую-то монотонную функцию можем описать короткой формулой, то у нас получается хорошая схема разделения секрета. Она, конечно, будет не идеальная, скорее всего, но все-таки не астрономически большая. Плохая новость состоит в том, что для большинства монотонных функций формула будет длинной. Просто необходимо использовать длинную формулу. У нас были элементарные схемы разделения секрета, когда одному и тому участнику выдается секрет, а всем остальным ничего. И у нас были операции из имеющихся схем разделения секрета изготавливать объединения и пересечения. Если у нас есть характеристические функции для а и для b, то для объединения и для пересечения новая характеристическая функция это будет дизюнкция или конъюнкция старых. Поэтому вот этой последовательности операции, которую мы описали, в точности соответствует формула, которая строится с помощью конъюнкции и дизюнкции. Обратно, как бы, в ходе составляет дизюнкции? Да, конечно, конечно. Некоторая странная новость состоит в том, что если мы хотим доказать, что для какой-то структуры доступа совершенно неизбежно какому-то участнику дать много секрета, большую долю секрета, мы тем самым явно или не явно должны доказать нижнюю оценку для размера монотонной формулы. Но это само по себе не очень удивительно. Про формулу для формулы нижней оценки доказывать можно. И, конечно, никто не гарантирует, что для конкретной функции f не найдется более эффективного способа, чем следовать этой формуле. Но, по крайней мере, у нас возникло некоторое соответствие между формулами и схемами. Теперь, потренировавшись на такой простой ситуации, мы можем вернуться к линейному разделению секретов. Вот это я все сотру. И давайте попытаемся перенести эту диалогию в формул на линейное разделение секретов. Я напомню, что такая большая нерешенная задача в данной науке доказать сверхлинейные по возможности экспоненциальные нижние оценки для размера секрета для каких-то конкретных структур доступа. Ну или хотя бы доказать существование структуры доступа, для которой такое экспоненциальное раздувание неизбежно. В общем случае задача не решена. А для линейных схем разделения секрета задача решена, и мы сейчас попытаемся это решение воспроизвести. Вместо формул, которые соответствовали раньше произвольным схемам разделения секрета, нам нужен какой-то другой способ, другой язык программирования, чтобы он лучше соответствовал вот этому линейному разделению секрета. Эта модель программирования, которой мы воспользуемся по-английски, называется span programs. Как это называть по-русски, я не очень понимаю. Естественно, было бы назвать это линейной программой, но этот термин, конечно, уже занят. Можно говорить линейно-оболочная программа или просто span-программа. Я не знаю, как это правильно называть. Ну, давайте считать, что это называется линейно-оболочная программа. Так, значит, в чем состоит этот способ программирования? Вся программа состоит из следующих объектов. Имеется поле и м-мерное векторное пространство над этим полем. Имеется некоторый вектор Е, выделенный в этом пространстве ненулевой. Давайте я чуть-чуть более общее определение дам. Давайте считаем, что у нас есть даже два вектора Е0 и Е1. Два ненулевых вектора в этом пространстве. И, кроме того, есть некоторая матрица М. Число столбцов в этой матрице равна М, это размерность пространства, а количество строк, ну уж какое получится. А также имеется соответствие, которое каждому литералу ХИТ или отрицание ХИТ сопоставляет некоторый набор строк в этой матрице. И давайте определим, что значит… Да, определение закончено. Вот это и есть это spend program. Оставилось определить, что значит, что это spend program что-то вычисляет. А вычислять она будет функцию, даже частичную функцию из 0.1 степени n в 0.1. Значит, мы говорим, что программа вычисляет эту функцию, если выполняются такие условия. Значит, если f от x1, x2, xn… Эпсилоны означают… Что мы каждое… Значение каждой переменной… Нет, нехорошо. Извините. Это как-то глупо. Это путаница возникнет. Давайте напишем так. А1, an. Вот, а1, an – это булевые значения. А вот, если значение равно единице, то… А ниже будет, если значение функции равно 0, то… Что же должно выполняться, если значение функции равно единице или 0? Если оно равно единице, то мы берем все строки матрицы M, соответствующие литералам x и t или их отрицанием. Значит, соответствующим ажитам. Значит, если у нас как-нибудь а2 равно 0, то мы берем строки для отрицания и x2. Если а2 равно единице, мы берем строки для x2 без отрицания. То есть, берем вот все эти строки для каждого из n-литералов, соответствующих этому набору битов, и мы говорим, что вектор е1 должен лежать в этой линейной оболочке. А если функция равна 0, то то же самое для е0. Почему xor? Ну, то есть, если равна единица, мы говорим, что мы берем… Нет, у нас всего имеется 2n-литералов с отрицанием и без отрицания. И каждому из этих литералов сопоставляется какой-то набор строк в матрице. Может быть, пересекающиеся, может быть, не пересекающиеся, как получится. И вот когда нам приносят какое-то булевое значение, мы среди 2n-литералов берем половину. То есть, для каждого i выбираем либо xi, либо его отрицание, и берем все строки, приписанные данному литералу. И все x валим в кучу и берем линейную оболочку. Вы простите, сейчас, кажется, нельзя то же самое. Я не до конца все-таки поняла. xi – это у нас просто всевозможные… Значит, xi – это… Вот у нас есть такая буква xi в количестве n штук. А также у нас есть буквы xi с черточкой тоже в количестве n штук. Каждой букве, каждый из этих 2n букв, значит, и у нас меняется от единицы до n. Каждой из этих 2n букв мы сопоставляем какие-то строки в матрице. При этом неизвестно такое число. Какое угодно, вот какое хотите. Теперь, когда нас просят вычислить значение функции, мы смотрим на значение переменных, которое будет n, и подбираем для них n соответствующих литералов. Значит, n литералов соответствующих этим значениям переменных. Для каждого литерала мы смотрим, какие ему сопоставлены строки в матрице, и все это собираем в одну огромную кучу. То есть, если a i t равно 0, то мы смотрим на x i, то если a i t равно 1, то мы берем литерал x i t с черточкой. Если a i t равно 1, то берем литерал x i t без черточки. Вот получается такая немного странная модель программирования. Вот можете попытаться вот в этой модели программирования изобрести такую спан-программу, вычисляющую какую-нибудь функцию, скажем, большинство. Мы сейчас эту модель... Это вот такое общее определение этой спан-программы. Мы ее немного сейчас сузим. Значит, для наших целей эта модель слишком широкая. Мы дадим определение монотонной. Monotone спан-программа. Так вот, монотонная линейно-оболочная программа устроена так. Теперь у нас литералов будет меньше. У нас литералы будут только положительные. Значит, у нас каждый переменный x i t соответствует какой-то набор строк в матрице m. Вторую часть условия я просто стираю. Я про него забываю. А теперь линейную оболочку я беру для всех строк матрицы m соответствующим x i, таким, что a i t равно единице. Значит, я смотрю, в каких позициях во входе стоят единички. Нахожу соответствующие литералы и беру все соответствующие им строки. Сейчас е 0 нам включать вообще не нужно. А е 0 совершенно нам не нужен. Что бы вы в этой экзотической модели программирования назвали бы сложностью описания функции? К размерам программы. Уж тут есть размер программы. Да, это разумно. Если у нас в матрице d строк, то разумно считать ее сложностью этой программы вот это самое число d. Упражнение, которым мы никак пользоваться не будем, но просто если вы хотите к этой модели привыкнуть, его полезно сделать. Давайте возьмем функцию большинства. Majority. Это будет его функция, которая равна единице, если не менее половины входов равны единичке. И нулю иначе. Так вот, я утверждаю, что для этой булевой функции над полем из двух элементов, поле фиксируется самоначально, над полем из двух элементов существует монотонная линейно-оболочная программа, размера, порядка n логарифмы. Сейчас, а m как выбирается? m как угодно. Можно, это не запрещается. В данном случае у тебя будет m равно 2. Нет, совершенно не обязательно. Вы можете над полем из двух элементов рассмотреть какое-то линейное пространство очень большой размерности. Это поле, а не векторное пространство. А, да, это размер поля. Да, да, да. А само векторное пространство может быть там гигантским. Значит, указание к этому упражнению такое. Вы на самом деле знаете, как эта монотонная программа устроена. Мы даже ее обсуждали, но так ее не называли. Но нам все это будет нужно не просто так, а в связи со схемами разделения секрета. Когда мы изучали монотонные формулы, у нас было некоторое соответствие между описанием структур доступа, характеристические функции для структур доступа, и вот эти описания, формулы, превращались в схему разделения секрета. У нас сейчас будет похожая ситуация. У нас вот эта монотонная линейно-оболочная программа будет описывать некоторую линейную структуру доступа, а потом мы из этой монотонной программы в некотором смысле будем изготавливать ну либо саму схему разделения секрета, либо какую-то оценку для схемы разделения секрета. Давайте немного обобщим наше определение линейного разделения секрета. Раньше у нас секрет задавался одним вектором веитом, и каждому участнику выдавался один вектор веита. А теперь давайте правила игры несколько либерализуем. У нас по-прежнему секрет С0 соответствует какой-то вектор В0, а участникам 1, 2, n будет соответствовать не один секрет, извините, не один вектор, а несколько векторов, то есть каждому вектору и будет соответствовать какой-то набор векторов В. И этому участнику соответствует В1, В2, ВМ. А требование про авторизованные и не авторизованные группы будет такое же, как и раньше. Значит, если у нас группа авторизованная, то В0 должно лежать в линейной оболочке всех векторов В, В, там, Ж, Т для данных участников. То есть разница только в том, что мы каждому человеку даем не один вектор, а, быть может, несколько. А если группа не авторизованная, то же самое В0 не принадлежит линейной оболочке всех этих векторов. И так же, как и раньше, если у нас есть вот такой набор векторов, таким образом описывающих структуру доступа, мы можем взять случайный функционал на всем пространстве и каждому человеку выдать уже не одно значение, а много значений на разных его векторах. И, как и раньше, в первом случае авторизованные участники могут вычислить значение функционала на векторы В0, а не авторизованные ничего про значение на В0 не знают. Идея в том, что мы как-то обобщили определение линейного разделения секрета, его иногда называют мультилинейным. И есть надежда, что с такими мультилинейными разделениями секрета мы сможем реализовать больше структур доступа. Ну, так, конечно, и получается. Так вот, утверждается, что даже для таких мультилинейных структур доступа, по крайней мере для некоторых структур требуется сверхлинейное, даже сверхполиномиальное количество битов секрета для некоторых участников. Давайте я здесь выделю небольшой кусок и напишу, что мы хотим доказать. Теорема. Существуют такие структуры доступа, такие, что для любой мультилинейной схемы разделения секрета максимум энтропии с итовой на С нулевое будет расти примерно как n в степени логарифм m. Это еще не 2 в степени n, но это уже быстрее любого многочлена. То есть в общем случае мы доказать такую оценку не в силах, а для линейных структур доступа в силах. И я думаю, что это мы сейчас и докажем. То есть понятно ли, в чем стоит утверждение, чего мы хотим? Давайте все это переформулируем в терминах монотонных линейно-оболочных программ. В точности под такое определение эти монотонные программы подходят. У нас имеется матрица, в которой записаны координатные представления всех векторов, которые в этой истории участвуют. И для каждого участника номер И выделены некоторые строки в этой матрице. И требуется в случае, когда набор участников образует авторизованную группу V0. Вот раньше слева это называлось E1, справа называется V0. Вот некоторый выделенный вектор лежал в линейной оболочке, образуемой этими векторами для имеющихся участников, а в противном случае не лежал. То есть это практически одно и то же. Но Карчмер и Вик Дарсон вроде бы даже и не скрывали, что когда они писали статью, где определялись монотонные и не монотонные span programs, они в качестве такого естественного примера как раз приводили мультилинейные схемы разделения секретов. Правда, у нас немного по-разному измеряется сложность. Вот здесь, когда мы говорили про сложность схемы, мы измеряли количество битов в каждом S-итом. Это по существу количество векторов, выданных одному участнику. Поскольку для каждого V-итова выдается K-битов, секрет значения функционала на этом векторе. А здесь мы измеряли немного другую вещь. Мы измеряли общее количество строк в этой матрице. Но доказать оценку n в степени логарифма n для количества векторов, выданных одному человеку, и доказать оценку n в степени логарифма n для общего количества строк, это, в общем, одно и то же. То есть вместо того, чтобы доказывать, что какому-то счастливому человеку выдадут вот такую кучу векторов, мы докажем, что в матрице, реализующей некоторую структуру доступа, просто в целом общее количество строчек должно быть n в степени логарифма n. Так, согласны, что это одно и то же? Хорошо. Значит, теперь план ясен. По существу можно даже забыть, что нас мотивировала вот эта задача по разделению секрета. Нам надо придумать какую-то монотонную функцию, по возможности не очень страшную, более-менее естественную, для которой вот эта монотонная спан-программа будет содержать n в степени логарифм n-строк. И мы рассмотрим конструкцию, придуманную Анной Гал. Ну, они потом с пудлоком ее немного упростили, и вот то, что буду рассказывать, скорее, из их статьи с пудлоком. Она чуть-чуть попроще. Так. Вот посмотрите на то, что написано на центральной доске. Можно ли будет постепенно это стирать? Вот Е0 я прямо сейчас сотру, потому что нас интересуют монотонные программы. Можно ли это стирать, или лучше пока это сохранить? Сейчас, а я вот о чем поговорю. А вдруг мы сходим в такую форму, но при этом существует эквивалентная вещь такая, что... А, ну нет. У нас, в принципе, не сам вид, кто бы не так интересен. Значит, мы построим некоторую функцию монотонную, и, следовательно, некоторую структуру доступа, для которой не бывает эффективной мультилинейной схемы разделения секрета. Мы не гарантируем, что для нее нет чего-то очень эффективного, но не линейного. Да, нет, это я поняла. Потому что мы сейчас будем строить функцию, даже форму, которая записывается. Мы будем строить некоторую функцию, для которой всякая монотонная спан-программа, которая ее представляет, должна быть гигантской. Ну, поскольку все это строится для схемы разделения секрета, удобно говорить именно в терминах схемы разделения секрета. Начнем с такого простого наблюдения. Вот пусть у нас имеется какая-то авторизованная группа B, чтобы у нас авторизована группа B, авторизованная группа участников, и неавторизованная дополнение C. Неавторизованная. Вот мне удобно взять не само C, а его дополнение. Я утверждаю, что в таком случае B и C имеют непустой пересечения. Это такое тривиальное совершенно соображение. Вот это C неавторизованное. Дополнение к C неавторизованное. Вот все наши N участников, вот где-то здесь B, а поскольку C, дополнение к C неавторизованное, C не может быть расширением B. Значит, в самом C, не в дополнении, а в самом C, есть хотя бы один элемент СБ. Вот это я и написал. Что же самое тривиальное соображение, но в таком немного экзотическом виде. У нас по-прежнему, давайте даже не одно А, там B, 1, B, B, L – это авторизованные группы, а C и 0 – объединение C и 1, от всего этого дополнения, это неавторизованные группы. И меняет, ну, давайте, ну, Ж, Ж, Ж от единицы до, не знаю, до чего, до Т. Тогда каждая Б и Т, пересеченная вот с этим объединением, C и 0, объединенное C, там, C, Ж и 0, C, Ж и 1, не пусто. Ну, то же самое, ничего не случилось. А теперь вот такой ключевой трюк, но, как и водится в венгерской науке, он похож на такое, на решение олимпиадной задачи. Ключевой трюк состоит в том, что нам понадобится вот такое семейство Б и С со следующим хорошим свойством. Значит, для каждого И от единицы до Л и для каждого Ж от единицы до Т Б и Т пересекается либо с С, Ж и 0 либо с С, Ж и 1 но не оба свойства сразу. Только одно из этих пересечений не пусто. Мы построим вот некоторый конкретный набор множеств там, Б и Итых и С Житых с таким странным свойством. Теперь давайте считать, что вот это множество из Б и С у нас зафиксировано и мы по ним построим такую матрицу Д. Матрица Д у нас будет в ней и будет количество строк в ней будет такое же, как количество Б, а количество столбцов Ж, такое же, как количество пар С. А вот на пересечении Итой строки и Житого столбца мы будем ставить либо нолик, либо единицу в зависимости от того, какое из этих двух ствойств выполняется. Значит, мы здесь ставим ноль, если Б и Ит имеет непустое пересечение с С Ж ноль и единичку, если Б и Ит имеет непустое пересечение с С Ж один. Вот такая нелепая матрица. А теперь я хочу сказать, что ранг этой матрицы у меня будет некоторым образом связан с количеством строк в матрице М. Значит, я хочу доказать, что ранг вот этой построенной матрицы Д не больше, чем количество строк в матрице М. Значит, если я впоследствии докажу, что у этой матрицы большой ранг, то я докажу, что в матрице М много строк и мы победили. для того, чтобы доказать это неравенство, я матрицу Д представлю в виде произведения. Д у меня будет произведением двух матриц. Д это число строк в моей спан-программе. То, про что мы хотели доказать, что оно большое. Так вот, я матрицу Д представлю в виде произведения. Вот здесь у меня количество столбцов будет вот это самое Д, а здесь количество строк будет Д, но просто чтобы матрицы перемножились. Ну, а здесь будет по-прежнему вот как мы хотели. Тут должно быть Т, а тут должно быть в наших обозначениях L. Если я получу такое волшебное представление, то у меня и первый сомножитель имеет ранг не больше Д, и второй сомножитель имеет ранг не больше Д, а значит их произведение тоже имеет ранг не больше Д. Это то, чего мы добиваемся. Итак, осталось откуда-то извлечь вот эти две загадочные матрицы. Я их буду, разумеется, строить с помощью матрицы M. Так, вот у нашей матрицы M. Давайте я ее перерисую. Матрица M. я буду умножать перемножать эти матрицы. для этого нужно чтобы размер по горизонтали здесь был равен размер по вертикали тут. А T я хочу, чтобы в конце получилась матрица размера T на L значит, в ней должно быть T строк и L столбцов. T T это количество у вас на картинке просто А, да, 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 спасибо. Я ерунду нарисовал, конечно. Спасибо, что вы меня поймали. Это я не нарочно. Значит, вот здесь, нет, конечно, конечно, наоборот. Вот здесь должно быть T, а вот здесь должно быть T. Нет, я иногда слушателя обманываю нарочно, но сейчас так получилось не со зла. Спасибо. Давайте я даже две копии матрицы M здесь нарисую, сейчас мы будем изучать. А что случилось? Потому что у нас T и L были вот здесь, а теперь здесь у нас D. А, нет, все нормально. Все хорошо. Окей. Да. Да, все нормально. Нет, в принципе, вы следите, потому что я же хотел как лучше, поэтому я обозначение взял не статьи Галл и Пудлок, я их упростил, но при упрощении могли возникнуть ошибки. Так что смотрите, чтобы обмана не произошло. Так вот, две копии матрицы M. То есть это одна и та же матрица, нарисована два раза. И я в этой матрице сейчас выделю строки для B и того, а также для цежитых. Пусть вот это строки, которые сопоставляются участникам из коалиции БИТ. Что значит, что эта группа участников авторизованная? Это значит, что все вот эти строки, линейная оболочка этих строк вместе содержит вектор Е1. то есть сложив вот эти строки с какими-то коэффициентами, я могу получить вектор Е1. Это значит, что я могу вот здесь выбрать какой-то вектор, вот здесь какие-то коэффициенты, неизвестно какие, в других местах нули, и при умножении ну, так строго говоря, это надо транспонировать, вот давайте это назовем вектором там В В И Вот я могу этот вектор В ИТ умножить на эту матрицу В ИТ и это мне даст вектор Е1. Давайте я даже это так напишу, чтобы это не забылось вот тут в уголке. Я подобрал такой вектор В ИТ что при умножении на матрицу М получается вектор Е1. Значит, ничего нетривиального не случилось, я просто воспользовался определением монотонной программы. Ну и тем, что ВИТ это авторизованная группа. Теперь я похожую вещь сделаю, но со строками, которые сопоставляются неавторизованным гражданам СЖ0 и СЖ1. Дополнение до СЖ0 и СЖ1. Вот это дополнение это неавторизованная группа. Ну вот где-то вот здесь у нас СЖ0, где-то здесь СЖ1, а вот это их дополнение. Так вот, значит, если я возьму строки из дополнения, то их линейная комбинация не содержит Е1. Следовательно, я могу я могу подобрать сейчас такие коэффициенты, чтобы вот эти строчки я могу умножить все это на некоторый вектор, я его назову там WG, такой вектор WG, что он вот эти строчки все обнулит, а Е1 не обнулит. То есть в ваших терминах я подбираю такие значения переменных, которые удовлетворяют всем этим уравнением, но не удовлетворяют уравнению Е1 и давайте тоже я в уголке запишу. Значит, если M умножить на WG, то нет, не получается так коротко написать. Значит, я просто придет словами проговорить. То есть если я умножаю эту матрицу на WG, то у меня вот эти строчки заштрихованы обнуляются, а если я умножу WG... Пока не нужно. Что-то нам надо будет сделать, но пока не нужно. Но пока у WG даже размер не такой. вот у WI размер это количество по вертикали, а у WG это размер по горизонтали. Да, я умножаю с другой стороны. Значит, давайте запомним, что при умножении на Е1 получается не 0. А вот эти строчки из дополнения до CG0 и CG1 все обнуляются. осталось немного, мы почти уже победили. я вот не понимаю, как мы обеспечим чтобы мы хотим подобрать такой вектор, чтобы он обнулял все ее дополнение, получается. Но при этом... Смотрите на этот вектор как на линейный функционал. Этот линейный функционал обнуляет вот это подпространство и не обнуляет Е1. Ну это даже по-моему, даже проще, Лема Фаркаша, потому что тут не равенство, а просто равенство. Мы не требуем какой-то положительности в каком-то смысле. У нас же это не над вещественными числами. Мы можем брать здесь линейную оболочку. То есть нам важно, что Е1 не попал в линейную оболочку этих строчек, которые мы хотим обнулить, значит мы можем подобрать значения переменных так, чтобы они обнулились. Да, а теперь давайте все это соберем вместе и посмотрим на такое тройное произведение. В1 все это умножается на М, строго говоря транспонированное, умножается на М, а с другой стороны ВИ, а здесь ВЖ. Что мы про это знаем? Вот если мы расставим скобки вот так, то тут получится вектор Е1. А мы знаем, что при умножении Е1 на W получается не 0. А теперь давайте расставим скобки по-другому. значит мы по-прежнему знаем, что это не 0, конечно, но нас интересует то, что получается вот здесь в скобочках. Здесь получится какой-то вектор. Здесь получится какой-то вектор. Давайте для него заведем имя. Давайте назовем его Y житое. Ну, так, немного мы знаем про этот вектор житое. Y житое, мы знаем, что при умножении на W получается не 0. А вот теперь, как вы и предвидели, мы в Y житое некоторые координаты обнулим. Значит, в Y житое нас интересуют координаты соответствующие cg0 и cg1. Давайте для определенности вот возьмем вот эти cg0. Давайте я так напишу. Обнулим координаты для cg0. А то, что получится, назовем zg. И вот нас теперь интересует вот это произведение V и т на z житое. И я утверждаю, что это будет как раз матричный элемент из матрицы d. Это вот будет элемент в матрице d в и-той строке и в житом столбце. Потому что у нас вот из этих двух пересечений ровно одно ненулевое. Вот допустим, что у нас B и т пересекается имеет не пустое пересечение с g0. Тогда с g1 пересечение с пустое. И когда мы произвели вот это подтирание коэффициентов из g0, у нас в векторе v и векторе z ненулевые координаты, множество ненулевых координат дизъюнктно. И тогда, когда мы произведем это скалярное произведение, у нас получится 0. Как мы и хотели. И наоборот, если у нас вот это пересечение ненулевое, то от того, что мы произвели это подтирание, у нас значение произведения не изменится, я вас немножечко обманул, совсем немного, не обязательно единичка получится, но получится что-то ненулевое. Ну, если уж мы хотели единичку, то можно было вот это w на какой-то коэффициент домножить. или действительно изучать исключительно поле из двух элементов. Таким образом, мы с помощью вот этих несколько экзотических, надо признать, векторов w и w научились получать матричные элементы. Но заметим, что вот эти векторы в и т они из них как раз и нарисуется первая матрица, а из векторов w нарисуется вторая матрица. И тех, и других векторов будет столько, сколько у нас не совсем так, мы же были транспонированы, поэтому наши элементы они будут по строкам. Так, посмотрим, убедимся, что я вас действительно, что я это правильно что я вас не обманываю. Где-то там у строки со слотами перепутали, но не важно что происходит. Короче, если витая это объект рассловцы. Да, я вас обманул. Да, вы правильно говорите, спасибо. У нас размер и витого и w житого он равен d, иначе просто ничего, иначе они не умножатся. Значит, вот здесь у нас d. И вот так у нас кладутся вот эти выитые, а вот так у нас кладутся наоборот w-житые. Важно, сколько у нас будет вот здесь строчек и сколько здесь будет столбцов. Важно, что это было количество строчек это было вот это l это было число авторизованных групп. А значит вот это число авторизованных групп у нас оценивается размером нашей спан-программы. То есть если мы хотим, чтобы если спан-программа маленькая, то вот эта матрица будет маленькая, ранг у нее будет маленький и ранг матрицы D тоже будет маленький. Значит, мы почти победили. Остался последний олимпиадный трюк. Надо изобрести конкретную структуру доступа конкретной B и C так, чтобы вот у этой матрицы был большой ранг. Я вам объясню конструкцию, а доказательство того, что у этой конструкции ранг большой, либо вы уже заранее знаете, или если случайно не знаете, это будет упражнение. Честное слово, не сложное упражнение. Если я на доске его буду аккуратно рассказывать, я вас совсем утомлю и вы заскучаете. Все, спам-программу можно стирать, все, что мы от нее хотели, мы уже получили. Теперь собственно последний решающий комбинаторный трюк Анны Галл. Она предлагает нам изучить такое свойство двудольных графов. У нас будет двудольный граф, где слева и справа ну скажем по n пополам вершин, это не так важно сколько именно, ну допустим по n пополам. И мы говорим, что этот граф обладает свойством t разделения. Если для любой пары множеств а1 и а2 в которых по t элементов в правой доле найдется такая вершина, которая соединена со всеми элементами из а1 и не соединена ни с кем из а2. То есть вот эта вершина она в очень сильном смысле различает а1 а2. Соединена со всеми из а1 и не соединена ни с кем из а2. Даже можно описать такой перерезан такие ребра. Свойства двудольного графа. Двудольный граф обладает свойством t-разделения. Если для любых двух не пересекающихся множеств из t-элементов в левой доле найдется такая вершина в правой доле, которая соединена со всеми вершинами из а1 и не соединена ни с кем из а2. предположим, что у нас граф с таким свойством есть. Сейчас я из этого графа построю нужные нам b-i-t и c-g-t. Как строится b-i-t? Это некоторое a из левой доли a из левой доли и размер a равен ровно t. Но это еще не все. А еще мы берем такие v из правой доли v из правой доли и v соединено со всеми вершинами a. Я бы назвал это множество соседей a, но обычно в теории графов соседства понимают не так. Говорят, что какая-то вершина сосед a, если она соединена ребром хотя бы с одной вершиной из a. А мы требуем, чтобы вершина была соединена ребром со всеми элементами из a. И заранее я вам могу сказать, сколько будет вот таких b, и. Их будет число разных i, c из размер левой доли по 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 извините, у меня путаница с буквой t возникла. Это нехорошо. Это новая буква. какой буквы у нас еще не было. Ну, q, ну, пусть будет q, да, извините, я тут как-то в обозначениях запутался, q. q разделение, q разделение. Это был b, i. И последний трюковой шаг, надо догадаться, какие брать cg0 и cg1. cg0 это cg0 это q элементное подмножество левой доли. А cg1, как вы думаете, что? Пока вы думаете, я картинку перерисую. что такое cg0? Давайте прямо на картинке нарисую. bi это это вот какое-то а и все его соседи в сильном смысле, а cg0 это вот какое-то множество пересекающихся с аль не пересекающихся как получится, но тоже из левой доли, тоже того же самого размера q. cg1 это элементы правой роли, которые не являются соседами кого из cg0. Да, я думаю, что вы правы. Значит, cg1 это такие элементы, которые не соединены ребром ни с кем из cg0. Давайте проверим, что выполняется вот это волшебное свойство, что каждое множество bi пересекается либо с cg0 а, прошу прощения, извините, извините, я как-то забежал вперед, не сказал самое главное. Мы собирались определить структуру доступа, но вот авторизованность структуры доступа, минимально авторизованной группы, это как раз и есть вот эти самые b и t. Мы берем все q-элементы множества слева и x сильных соседей. Так, давайте теперь проверим, что выполняется вот это важнейшее свойство пересечения bi из cg. Значит, если у меня а пересекается с c, давайте сначала рассмотрим случай, давайте считать, что у меня bi, что у меня а не пересекается с cg0. Вот а и cg0 дизъюнктны. Тогда среди вот вот этих сильных соседей cg0, нет, наоборот, среди вершин, которые не являются соседями cg0, найдется хотя бы одна, являющаяся сильным соседом а. Это в точности свойство ку-разделения. Значит, в эту сторону верно. Если а пересекается с cg0, то справа пересечения не получится. Нельзя найти такую вершину, которая была бы одновременно соседям всех а и никого из c. Так что свойство выполнено. А вот у меня совсем глупый вопрос. Это очевидно, что у нас существует угольный граф? Нет, это зависит от параметров. Конечно, это зависит от соотношения между n и q. Это смотря, какой q мы выберем. Это сейчас будет упражнение. Ну, что после этого остается сказать? Значит, во-первых, упражнение. Давайте я уж это сотру, это уж нам точно больше не понадобится. упражнение. Существует двудольный граф, в котором со свойством q-разделения, где левая и правая доля стоят из-за напополам вершины, как на картинке, и где q порядка логарифма n. Если q взять совсем большим, ничего не получится, а вот с логарифмом получается. Я вам предлагаю это доказывать вероятностно. Просто взять случайный граф с таким свойством, для каждой пары вершин, извините, слева и справа ребро проводить с вероятностью 1,2. И убедиться, что с положительной вероятностью у нас получится свойство q-разделения. А специалисты по хэш-функциям могут подумать чуть-чуть подольше и придумать явную конструкцию графа с таким свойством. Такие конструкции тоже известно, просто можно совершенно явную конструкцию предъявить. сколько в этой если мы поверим в существование такого графа, если мы упражнение это сделаем, сколько у нас разных B авторизованных групп L вот вот чему равно это L оно будет C из N пополам по Q то есть порядка N в степени логарифм N как 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 и было обещано что из обещанного еще не сделано я не объяснил почему у этой матрицы D будет большой ранг почему для этого конкретного графа у этой матрицы большой ранг хитрость здесь в том что для этого графа вот это свойство пересечения B либо с C G либо с C G 1 его можно объяснить на самом деле исключительно в терминах левой доли так получается что выбор между первым случаем и вторым это выбор между тем что эти два множества пересекаются или эти два множества не пересекаются то есть нашу матрицу D в данном случае можно записать так это вот такая матрица у которой из строки и столбцы нумеруются Q элементными подмножествами в левой доле и то же самое со столбцами что его и всего там будет C и n пополам по Q штук а на пересечении и той строки и житого столбца стоит единичка тогда и только тогда когда вот эти два Q элементных множества не пересекаются то есть это матрица предиката дизюмкности для Q элементных подмножеств а про матрицу Q элементных подмножеств хорошо известно что она имеет максимальный ранг если вы этого случайно не знаете то это упражнение номер два это в общем индукции по индукции по Q и n доказывается довольно несложно если вы хотите сжульничать и посмотреть решение этого упражнения оно написано в книжке Кушеляевца Ниссана по коммуникационной сложности только смотрите осторожно там в решении есть небольшая ошибка сиди и там объясняется правильно а в формулах там ошибка вот значит за счет чего же нам удалось доказать такую сверх полемиальную оценку для эффективности линейного разделения секрета мультилинейного ну за счет того что это нигде явно не использовалось но видимо вся хитрость в том что для рангов линейных пространств неравенств которые все ограничивают мыслимые размерности больше чем для энтропий шинона ну и теперь вопрос насколько вы утомлены хотите ли вы за пять минут чтобы я рассказал что-нибудь совершенно другое смешное и простое или уже смешно вы не хотите хорошо значит смешная смешная задача такая смешная теорема она придумана была Рудичем и она настолько смешная и простая что Рудич ее даже не опубликовал ну она это науке неизвестно может быть она важная может быть не очень значит мы построим сейчас некоторую структуру доступа которой скорее всего нет эффективной схемы разделения секрета но доказать мы этого не сможем давайте я сначала опишу структуру доступа а потом объясню что про нее Рудич доказал у нас у нас имеется там n n точек n точек и участники структуры доступа это пары точек не отдельные точки а пары точек которых n n минус один пополам то есть можно считать что каждому участнику соответствует некоторое ребро соединяющее пару вершин авторизованные группы это такие множество ребер которые содержат содержат гамильтоновцы гамильтоновцы почему перестановка вот есть какой а ну да прошу прощения я как-то не понял что вы говорите да можно их каким-то нет ну перестановка не самих участников а вот среди этих ребер можно некоторые можно выбросить а из остальных выстроить гамильтоновцы теперь про эту структуру доступа утверждается что скорее всего для нее нет эффективность схемы разделения секрета тут слово эффективность можно понимать двумя способами можно можно считать что схема неэффективна схема плохая если каким-то участникам дают слишком много битов это тоже плохо а в другом смысле схема может быть плохой если мы не можем организовать такого полиномиального дилера который для каждого значения секрета ну скажем для одного бита ну или один бросает свою монетку и решает какой секрет кому из участников выдать почему этого не может быть вот вообще может ли быть одновременно и то и другое и размер доли маленький и дилер полиномиальный есть в принципе это не исключено но если такое странное событие произойдет это будет означать что НП равно КОНП во что никто не верит ну нет П тогда не равно НП но вся полиномиальная иерархия схлопывается вот до уровня НП что очень странно конечно значит почему это так ну то что задача гамильтонов цикл лежит в классе НП даже является НП полной это все знают вот давайте предположим что есть такая эффективная в двух смыслах схема разделения секрета и докажем что гамильтонов цикл тогда лежит в классе КОНП значит у нас есть такое старое понятие эффективности когда каждому участнику дается значит мы хотим разделить один бит секрета старое классическое понятие эффективности каждому участнику дается доля секрета из ИТВ размера полинома от Н ну даже мы не требуем идеальности но требуем чтобы размер доли был полиномиально зависел от этого теперь добавляем новые условия имеется полиномиальный дилер которого можно попросить устроить разделение секрета для бита 0 для секрета 0 и для секрета 1 дилер бросает какие-то свои случайные биты а потом посылает каждому из С из Н по 2 участников его долю С и этот дилер тоже должен делать свою работу за полиномиальное время значит дилер да только в этом случае но это более сильное условие то есть у него не просто размер выхода полиномиальный но у него какой-то алгоритм полиномиальный значит дилер вот он получает бит С0 получает дополнительную случайность R и выдает последовательность S1 S N N минус 1 пополам если бы он существовал то для разделения единицы у нас вот эти вот ключи к нему сертификат да значит если вот как доказать теперь что гамильтоновый цикл лежит в КОНП или что то же самое отсутствие гамильтонового цикла вот такое отрицание гамильтоновости лежит в НП пусть у нас имеется какой-то набор вершин набор ребер для которых гамильтонового цикла нет это не авторизованная группа значит это авторизованная группа согласована со значением секрета 0 и согласована со значением секрета 1 значит дилер может предъявить нам если его попросить вежливо сертификат R который согласован с нулем и вот этими значениями для имеющихся участников и с значением другое значение случайности которое согласовано с единицей и теми же самыми значениями для участников и это мы все можем за полемиальное время проверить получился такой сертификат для не гамильтоновости графа но вот получилось такое странное свойство ну вот и все даже мы немного перебрали да да надпоим из двух элементов ну как я понимаю у нас как бы нам нужны по сути ну как бы это схема шамера получается значит схема шамера это правильное слово некоторая проблема состоит в том что почему это не буквально схема шамера векторное представление значит схема шамера мы использовали большое поле над большим полем размер схемы даже не надо на логарифм обнажать нет нет а почему же 20 степенем нет 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 если бы размер поля был большой достаточно было бы вот просто вот n строчек просто вот это наше линейное представление его можно рассматривать как монотонную программу вот это мы даже выписывали эту матрицу x1 x1 для каждого участника мы должны как бы как я это понимаю мы должны сейчас у нас должны так или иначе быть у нас V0 порождается каким-то V1 V1 вот я как понял мы должны для каждого такого паража для каждого линейной волочки размера пополам выписать свою строчку нет мы должны каждому участнику каждому отдельному человеку не коалиции каждому отдельному человеку выдать какой-то набор строчек так чтобы каждая хорошая коалиция авторизованная могла бы из своих строчек собрать интересующий нас вектор там единичный вектор если бы размер поля был большой то решение было бы тривиальным. Вот оно решение. Каждому человеку дается ровно одна строка. А, вот такая. Да, ну вот просто вот одна строка из этой матрицы. Единственное, что осталось додумать, это что делать, если размер поля небольшой, а всего лишь два элемента. Ну и из-за этого там возникнет логарифм. А, то есть если у нас, если размер поля большой, то все эти элементы различны. Да, 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 если размер поля большой, то все они различны. Если маленький, то у нас уже со второго начинается эпоха. Да, если у нас в поле всего два элемента, то n различных строчек мы, конечно, в нем не наберем. Ну, поэтому размер матрицы там будет не n, а n умножить логарифм n. Но в вашей спинетке это достаточно, и нам осталось закодировать эти элементы, чтобы логарифм не видеть. Да, такой странный вопрос. Не нужен ли вам какой-нибудь список дополнительных упражнений, или так уже все хорошо и больше ничего не хотите? Ну, если он у вас уже есть готовый, то почему нет, а если вам для этого нужно... Нет, ну, мне для этого надо там вечером сесть и полчаса подумать, и я чего-нибудь... Надо теплом написать. Катя, теплом... Нет, теплом хорошие дела. Я вот потому и стараюсь все решить, когда занятия, что-то потом иметь, и вообще... А потом отвечать на свое дело. Нет, я просто... Надо думать на задачи, если сейчас, значит, иначе я про них забуду, и не приходит. Ну, хорошо, ну, если кому-то и этого еще мало, вот можно прийти сегодня на семинар, я буду рассказывать про рождение секретов на Матроде Вамаса. Вот так на этом... Обязательно программа на этом заканчивается. До свидания. А! А!